Для IBF Junior Badaway Championship Давайте получим официальные передачи От нашего рейтинга Классистый Джимми Леннон Jr. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дуже важко Субтитры создавал DimaTorzok Спортварти чемпионов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok до своего соперника, но он постоянно шукует ту дистанцию, с которой его атаки будут эффективными. Ну так, и главное, что может помогать Дмитру, это постоянно задение, то есть умение боксировать, и боксировать постоянно. И ни в каком случае не можно отручать Кирилову у обычную такую бейку с Дарчиняном. Ось удар лівою від души Дарчиняна уже, похоже, знаходитесь. Починает знаходити свою траекторію, опущена правая рука Дмитра. Это очень небезпечная ситуация, у которой рукавичка Дарчиняна может найти ось там девочку. Действительно, у Дарчиняна очень чувствительная передняя рука, за которой он ховает свою мощную левую руку. Мы уже про это говорили, что Дарчинян больше своих подарков наносит без попередньої подготовки, положения. Перший раунд законченный, трошки нервовый, но Дмитро показал, что он готов выйдет. Есть правые победы. Есть... Дмитро показать нам, как его рука Дарчиняна немножко знайшла на то, что подборядье внутри. Придероч, как завжди в своих парадах, Дарчинян очень уверен и использовала все преимущества в своей стойке. Ну, опять же, тут не дается слово про какого-то технического выполнения. Просто, что мы не завжди вражали в вахтангу, это мы уверены, что он должен быть в этом. И, если, опять же, важно смотреть за силами Дарчиняна, то там дырок в защите не меньше, а если не больше, чем Дмитро Кирилова. Но пройти вот за эту справу, за джет вахтанга можно только, если быть на самом деле очень быстрым и высококвалифицированным в техническом точке зору. Вот такими действиями единственное, что может помочь Дмитру, это, если он прикрывает вот этот удар правый, который вахтанг не видит. Но этот удар правый нужно наносить в тот момент, когда вахтанг идет на сближение. А Дмитро сейчас позволяет вахтангу наносить удары. И вот, вот, про что я сказал. Только, если сравнивать несколько соревнований аутом Дмитра и вахтанга, то вряд ли Дмитро вдастся одним ударом. Дмитро постоянно нужно использовать удары на встрече. Но не одним ударом, а после встречного удару развивать свою атакующую дею. То есть идти на сближение с багатоударной комбинацией по всей площине. Дмитро, напевно, вовчав в поединке вахтанги. И должен был побачить, что Дойнар сначала ударом левую в корпус загальмував, заморожив, как говорит Дарчиньяну. Ну а потом уже на ней сакцентовано удар шелепу и Дарчиньян остается на полную сторону. Ну и занадто статичный Дмитро. Все ж таки боковых руков ему нужно добавить. Постойно он держит голову в одной позиции. И это помогает Дарчиньяну наставить добру траекторию для своих ударов. Другий раунд победил. Егち Ну, виделось, что вы задоволен недели Овактана Дарчиньян его секунданты в этом раунде. Ну и это и объективно, то есть, перевага в втором раунде полностью была на боце вахтанга Дарчиняна. И для меня единственное, что есть неприятной рисой этого раунда, то, что Митро Кирилов показал, что он может достаточно непогано протистоять вахтангу, но до конца, используя свои преимущества, уменьшить, ему не удалось. Хотя, давай подивимось, может, если боксеры зайдут за середину, хоть вахтанг никогда не показывал и великой втомы, и то, что каждый раунд у него сгасает и шильность, и темп его атакующих дій, то, может, Дмитро все-таки прогнозирует то, чтобы после шестого раунда начать боксировать. Но за надто заряженный на достижение победы именно нокаутом вахтанга. Митро уже начинает пропускать за надто много ударов. Хотя, он тоже на отличие от вахтанга Дарчиньяна Дмитро нокаутом не прогровал. Дмитро Дарчиньяна А начать работать первым номером? Ну, против левши и радят работать первым номером и начать атаки с правой, и закинчивать правой. Ой-ой-ой-ой. Витримает. Какой красава Дмитро Кирилов. Подивайся, взял сколько ударов и нашел в себе силы ответственности. Тут ничего не было, не прохрата в ревновагу. Но несомненно за свою силу удары вахтанга Дарчиняна. Постойно Дмитро рухается в бок левой руки Дарчиняна. Это, как на меня, большая ошибка. Под ударную руку он рухается. Дарчиняна попадает больше и тяжелее. Шот. И чаще наражается на левую руку Дарчиняна. Он начинает влеваться. И поэтому он будет слышать с одной стороны правой. И это то, что случилось против Зи Гори. Коунтер на право. И, конечно же, кроунтер на левую руку Дарчиняна. И, конечно же, на левую руку Дарчиняна. И, конечно же, на трое показывает, что он готовит биться. Но слишком много ударов он пропускает. Официальный партнер прямой трансляции яскравых боев Билайн. Оператор мобильного связка, что предлагает прорывные корпоративные тарифы для победы в бизнесе. Билайн, сделай бизнес яскравейшим. И четвертий раунд этого титульного поединка. И с каждым раундом Дарчинян выглядит все лучше. Больше увереннее, так бы говорите. Но пока Дмитро Кирилов не является подготовленным, он имеет шансы победить. Единственное, что он будет сейчас делать, он начинает раунд неплохо, но снова нарушается на встречный джек Берчиняна. Он очень уверен на проектории его ударов. И это основная причина, почему защита была лучше. Но есть очень четвертый изменение в последние два минуты или три минуты этого борта. Я не говорю, что это достаточно, чтобы изменять тарифу полностью, но Дарчинян делает себя немного более доступным, и Кирилов делает больше пунктов. Очень часто Дмитро подходит к своему сопернику без ударов. Удов-бур Pack. Он даст и pride, что они берутся очень з η гор quốc. Впрочем, он распоряжется на паре, Редакторна, он стоит。 Редакторна. Редакторна. Увидировалась большая игра. Удов-бурак. Удов-бурак. Впрочем, вот, что-то не страшное участие. Просто не можно? Это, что вы должны делать против Дарчиньев. Когда он делает эти ошибки, вы должны сделать его деньги. В конце концов, четвертый раунд, Дмитро прогреет этот раунд. И нужно, Дмитро, больше активно работать. На самом деле, я еще не поняла, какой план у Дмитра Кирилова, или вообще он имеет этот план на поединок. План, конечно, есть, только нам просто удается Дмитру его реализовать. Придирог. Вот, говорит, что постоянно должен двигаться, стоять на месте. Ну и снова, как всегда. Но двигаться нужно с ударами. Ну так. То есть, иметь план и реализовать его... Две высокие, я так скажу, разницы. Ой. Ой, ой, ой. Ой. Ну, наконец-то, в принципе, произошло то, на что мы ожидали. Наверное, что продолжают двигаться. Дмитро Кирилова, на раунд 5, это на первую очередь, это на карьеру и Дорчилнин хочет закрывать шоу. Это разбитый метро. Хочет держится, но... Но... Не может продолжать, да, не может. Технічної кваліфікації, щоб перебоксувати Дарчин'яна. Щоб перебоксувати Дарчин'яна, потрібно, ну, принаймні, мати стиль Флойда Мевезера, або Рой Джонса в його найкращі часи. Або бути, насправді, таким собі Рокі Марчаном, який може хопити і прокопнути велику кількість ударів, в кінців-кінців, напівпритомний, все ж таки, навкотувати вже свого суперника. Ну що ж, і новий чемпіон світу за версією Айбі. Новий старий чемпіон світу. Новий старий, да, у найлегчайшого вазі, вахтанг, вік Дарчин'яна. Реджинбул, скажи, не буду. Ну, ось можна констатувати той факт, що майже за один рік, трохи більше одного року, знадобилося вахтангу Дарчин'яну, щоб повернути собі той титул, який він втратив, нагадаю, сьомого липня нового року, погравши технічним нокаутом у п'ятому раунді. Нині тут Дойнору, а ось тут, у п'ятому раунді, він повертає собі титул. Ось така статистика. І що ж, поздравляємо вахтанга Дарчин'яна з перемогою, з тим, що він повернув собі титул. Настето виражаємо жаль на те, що Дмитру Кирилову так і не вдалося тримати цей титул у руках. Але це професійний бокс, а боксери обидва мали шанси на перемогу у цьому двобові. І не хочу сказати, що вахтангу Дарчин'яну пощастило, принаймні він вийшов у ринг перемагати. І давайте подивимося, як він досяг цієї перемоги. Об'єктивно, він був сильнішим у кожному раунді з цього двобоя. Може, не вигадливіше, не технічніше, але єдине, що його ударний місць і ментальність переможця все ж таки і призвели до того, що ми зараз маємо можливість побачити. Ось перший нокдаун Дмитра. І зараз ми побачимо, як відбулось закінчення цього поєдинку. Розкий удар лівий з боку, апперкот. Ну, ось лівої, точнічніше, шелепи і все. Ось так, знову стають чемпіонами і ось так втрачають свої чемпіонські титули боксери. Ну, що ж, дочекаємось офіційного оголошення результату цього двобою. Ну, і цікаво, що буде чекати на вахтанга Доксін'яна далі. Які суперники. Скоріше за все хотілося подивитися його матч-реванс проти Меніто Дойнера. Як мені здається, його промотор Гарішау буде робити все для цього, щоб цей поєдинок такий відбувся. Хвилина, п'ята секунда п'ятого раунду. Перемога нокаутом за вахтангом Реджин Дарчин'яном. Не стете, але Дмитро Кривілов так і не спромігся прокопнути всі удари свого суперника. Ну, що ж, на цьому будемо закінчувати нашу трансляцію. Для вас працювали Аліна Шатерникова. Та Юрій Нестеренко. На все добре, до нових зустрічей.